19 марта 70 лет исполнилось бы Сергею Орлову, авиатру по профессии и основоположнику сверхлегкой авиации в округе. Кроме этого, 40 лет исполняется со дня основания дельта-клуба «Олимп», руководителем которого он являлся. К этим двум памятным датам в Ненецком кровеческом музее подготовлена выставка «История развития дельтапланеризма в Ненецком округе», которая рассказывает, как проходило зарождение дельтапланерного спорта в регионе и какова история его развития. На чистом энтузиазме Сергей Орлов и его брат Владимир построили первый дельтаплан. А потом, как у настоящих фанатов своего дела, увлечение стало смыслом жизни. Со временем организовали дельтаклуб «Олимп», в котором постепенно появились новые дельтапланы и дельталеты. Вот загорелись и была база, где мы занимались. Здесь это кинофикация, мастерская кинофикации в Кармановке, теплое помещение, ребята там работали, наши друзья. И, в общем-то, вот с ними и сделали первый дельтаплан. В 90-е годы в России начал зарождаться парапланеризм, который также был успешно освоен в нашем округе. И по настоящее время продолжает развиваться. Кандидат в мастера спорта по дельтапланерному спорту Сергей Владимирович до последних своих дней участвовал в соревнованиях чемпионата России по дельтапланерному и парапланерному спорту. В 94-е годы, когда я дельтапланеризмом прекратился заниматься, занялись парапланером спорта, потому что там тяжеловато стало. Все-таки дельтаплан – это вес 34 килограмма собранных крыла и подвеска 15. То есть надо быть физически сильным человеком, молодым. Лучший дельталетчик округа Сергей Орлов вместе с товарищами совершал дальние перелеты. Наринмар – Устильма – Наринмар. Наринмар – Нарыга – Наринмар. На Качгартинской курье проводил соревнования по виндсерфингу и водным лыжам. Также он увлекался горными лыжами, строил аэросани, дельталеты. А охота и рыбалка были неотъемлемой частью его нелегкой увлекательной жизни, которая оборвалась в 2009 году. Вот как раз участники дельтапланерного клуба «Олимп» изображены на некоторых из этих фотографий. И обратите внимание на фотографии, которая слева. Слева как раз виднеется за участниками здания этого дельтоклуба. И та техника, которая, собственно, в дельтоклубе использовалась. Такая коллективная фотография. Вот как раз Сергей Владимирович Орлов на одной из них. Он стоит слева. Это сборная Ненецкого округа на одних соревнованиях. Клуб «Олимп» прекратил свое существование еще до смерти Сергея Орлова в 2008 году. После этого были попытки создания кружка парапланеризма на базе Дома детского творчества. Но и он был закрыт в связи с финансовыми трудностями. Сейчас в округе этим видом спорта занимаются несколько любителей. Во главе с Владимиром Орловым, который и помог музее в оформлении выставки. Здесь материал представлен. Это фотографии, предметный ряд, личные вещи Сергея Владимирович Орлова и его родного брата Владимира Владимирович Орлова. Основоположник, повторюсь, сверхлегкой авиации. Это предметы экипировки. Можно увидеть некоторые из них. Документы, летные книжки, например, один из самых таких очень интересных документов, в том числе источников по работе сверхлегкой авиации. Таковы были первые шаги дельтапланерного спорта в нашем крае, историю которого поведает новая мини-выставка Краеведческого музея «История развития дельтапланеризма в Ниндском округе». На ней представлены личные вещи братьев Орловых, оборудование, применявшееся во время полетов, элементы экипировки, которую использовали основоположники сверхлегкой авиации в регионе и, конечно, награды. Среди документов – летные книжки, рассказывающие посетителям о полетах и условиях, в которых они проходили. Выставка будет работать до 21 апреля.